Татьяна Дутова признается, никакие болячки ее не берут, ведь каждое утро женщина закаляется. За всю жизнь не сделала ни одной прививки, но коронавирус, говорит пенсионерка, дело другое. Чтобы чувствовать себя свободно, решила привиться. Тем более, что летом собирается на отдых, да и работа связана с общением с людьми. На всякий случай. Мы все думаем, что нас это не коснется. А когда касается, потом жалеть начинаем. Поэтому лучше не быть этим случаем. Прививиться. Раньше всегда прививались. И от многих болезней люди спасались. Сейчас вот тоже такая же ситуация наступила. И, по-моему, лучше прививиться. Тем более, что сделать это очень просто. Не надо стоять в очередях, а теперь даже посещать поликлинику. Несколько месяцев в Ленинском городском округе работают мобильные прививочные пункты, которые курсируют по жилым кварталам муниципалитета. Чтобы как раз у нас не было третьей волны эпидемии, нужно вакцинироваться обязательно. Это безболезненно. Обычный укол в плечо. Переносится все прекрасно, замечательно. Максимум бывает, что один день небольшая температура, там 37,2. Но на следующий день все нормально, все проходит. В арсенале медперсонала мобильного прививочного пункта две вакцины. Эпивак Корона и Спутник Ви. По всем тем адресам, где в этот день делали первую фазу вакцины, мобильный пункт вернется через 21 день, чтобы врачи смогли сделать людям вторую, завершающую прививку. Есть и такие, которые за прививкой приходят не в первый раз. И речь здесь вовсе не о второй фазе. Илья Агишевский в декабре прошлого года уже полностью вакцинировался. А теперь хочет увеличить имеющиеся антитела. Большинство врачей считает, что раз в полгода прививаться надо обязательно. У меня оба родители переболели, мать и отец. А я ни в чем, хотя контактный был. Помогло? Помогло. Всем пациентам медперсонал мобильного пункта вручил памятные подарки с логотипом губернаторской программы активной долголетия. Это стало приятным дополнением к приобретенному иммунитету COVID-19. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.